всем доброе утро оно действительно доброе все бодрые веселые и собираются на награждение ну что рассказывайте как у вас так получилось все начиналось как шутка значит тогда вот так не знаю мы не ехали за победой мы хотели поесть горячего где-нибудь в болоте ну так получилось что увлеклись увлеклись и почувствовать сколько у вас на опыта вождения вездехода до старта 20 моточасов 20 моточасов да и вы приезжаете первым в абсолюте вот так вот то есть в трое вам весело махая шашками и забыли бензин бензопилы и забыли да что еще что еще вам помогло победить что вы еще забыли кроме основного с картами да тоже спасло связь местами ловила спорт мероприятие это вот первое вот ребят это победитель абсолютный в абсолютной категории вот на таком вездеходе в принципе просто гражданская версия которая не готовилась для просто за опытом привезли победу домой вообще все шерпы в этот раз показали нормальные результаты кто-то просто катался кто-то за собой еще на соревнованиях тащил квадроциклиста в течение часа до тянул его потом мне его подарил ну и как мы его спасали вы видели вчера все это в прошлой серии пойду приехал алексей маратович отдам часть призов от наших партнеров призы у нас от финтрейла гиома сумки чтобы он распределился это между победителем могут еще подпись вот идет подготовка к награждению мне не сказали чтобы такие кубки красивые птожка участвует да буду на следующий год репт чесать так вот может хоть всех участников увижу поснимаю можно уже не участвовать и снимать одновременно да так что наверно попробую следующем году начнем еще раз большое спасибо всем кто приехал участникам зрителям спонсорам журналистам всем кто поддерживает наше мероприятие всем кому интересно весь доходное движение еще раз хочу поблагодарить отдельно поблагодарить наших спонсоров это журнал модулист конструктор а все пожалуйста ну вот отношение к порту мы когда на открытии мы говорили о том что у нас свои критерии по награждениям победителям мы не спортсмены мы оценивали исключительно технические решения которые очень много было было очень сложно на самом деле выбрать призы наши это подписки и коробочка с лебёжечкой андрей наш технический эксперт который замерли еще не знает кому достанется лебедка я даже не знаю начнем да тоже не знаю это таинство редакции ну вот ребят тут на самом деле много было вездеходов переломок на этом мероприятии вот она нам понравилась особенно сильно за оригинальную концепцию что моторный отсек спереди водитель сзади это экипаж номер 17 вездеход тарантова владимир сидоров сейчас после награждения мы оформимся ребят очень большая просьба ко всем кто выходит вы на секунду оборачивайтесь к нам чтобы мы успели вас сфотографировать а то вот сами потом расстроитесь и выходите полным экипажем пожалуйста мне можно я пощернил его вездеход я только что так ко всем вот на остальном выходите всем экипажем я знал также хотим наградить экипаж номер 35 смешанный состоящий из двух машин за смекалку проявившись в том числе в том что соединив 2 машины вместе получился оригинально опять волок да ну давайте еще прохор и после награждения у нас вот лебедка от компании от нашего партнера компании мастер нич мы решили присудить вездеходу который собственно здесь сейчас секунду журнал к вам я забывал по одному журналу и тарантовой все там в основном на книгу как есть на гусеница из со множеством технических людей каждый из которых принципе достойно отдельной статьи в журнале мы хотим Нагородительный партнер на 15, вездеход Петезавр, Соловьёв Алексей, Титов Егор. Это главный конструктор ведом вездехода. Обернитесь, фотографируем. Вездеход уже исторический, он довольно долго принимает участие в походочку. Молодцы. Скажите нам, вот так вот, вот этот. Да, да, да. Спасибо вам. Спасибо организаторам. Спасибо. Следующего спонсора хочу отметить, это фирма Раптор. Незаслуженно обойденная вниманием при открытии нашего слёта. Тем не менее, они предоставили свои призы, и эти призы найдут достойных обладателей через несколько минут. Что он отвечает, Андрей? У нас есть новый спонсор, в котором мы ещё не работали. Это Таффлайнер. Предоставили нам ударопрочную краску. Если есть желание, пожалуйста, представители, слово. Добрый день всем. Для нас это, скажем так, первый опыт участия в таком мероприятии. Поэтому нам было очень интересно. В следующем году обязательно примем участие, когда мы даже были с высшим составом. И более, скажем так, тщательно подготовимся. Поэтому всем спасибо. Было очень приятно, позитивно. Добрый день. Всем нам известный Герасим. Подготовил ряд призов. Рестровил конкурсы. Пожалуйста, Герасим, расскажи нам. Ну что ж, я вот второй раз принимаю участие в качестве съёмщика. В следующий год, наверное, поучаствую вообще в проекте везде. Я просто не знал, что будут такие красивые кубки. И непременно бы поучаствовать. На следующий год будем участвовать. Что ж, хочу всем сказать спасибо, что вы собрались. Что вам не безразлична эта погоня за туманами. Я назову это так. Потому что спорт для меня, поскольку именно тема, что окружает вездеходное движение, это дорого, близко и хочется продолжать дальше. За что и вам спасибо. Потому что не было бы у вас, наверное, нам было бы это делать гораздо скучнее. Понравилась гонка, понравилась организация. Понравилось вот это настроение и состояние здесь, которое происходит во время гонки. Это действительно дружеский какой-то слёт такой, нежели жёсткое спортивное мероприятие. Поэтому и любители, и новички, и вообще люди, которые первый раз боятся за вездеход, могут принять участие. И даже занять призовые места. Есть и такие. Чуть-чуть будем вручать призы от наших партнёров, от нашего канала. И, в принципе, всё будет уже по ходу дальше происходить. Чуть я разволновался. У Герасима неожиданные призы. Я сам не знаю, кому они достанутся. Мне! Мне кажется, что на следующий год нас станет ещё больше, гораздо, потому что каждый год мероприятие приобретает такую массовость. И, ну, это здорово. Вот я хочу вам сказать спасибо за то, что вы берёте это вот нелёгкое время, организацию. Это очень большой труд и вот эта вот привлекация. Благодаря вот этому человеку, вот все мы здесь собрались. И движим мы одной вот идеей. Ушатать, разломать. Развалить технику, потому что поднять этот кубок. Ушатать, разломать. Всё, не буду задерживать. Получается. Спасибо, герасим. Получается. Ну, идея-то была. Ну, и генеральный способ. Андрей Вологды, фирма-пневмодиск. Пожалуйста, слово. Всех победителей поздравляю. Но я хочу сказать слова для тех, кто боится ехать на эти соревнования. Сама трасса, сама гонка. Сама гонка понравилась. Алексеем Маратовичем сделано, чтобы не человека замучать, а чтобы машину замучить. Поэтому, если у вас есть свой вездеход, самодельный, вы хотите его показать, проверить. Не надо этого делать. Не бойтесь, не сезайтесь. Приезжайте на эти соревнования. И мы его замучим. Людям здесь легко. Если вездеход надежный, если он едет, он соберет цветочки и принят на финиш. А уж каким он приедет, это уже не так уже важно, это уже больше спорт. А если хотите проверить вездеход, стройте вездеходы и переезжайте. Только обязательно диски ставьте. Вот из этого и все. Спасибо. Спасибо. Ну, сразу. Перейдем к награждению. Начнем с многоборья. У нас многоборья получилось, к сожалению, не в полном объеме. Не удалось провести спринт на 402 метра. Но с этим дисциплином подвели итоги. И призы найдут своих героев. Алексей Маратович, финиш надо зафиксировать. Только финишируем. Значит, и начнем мы с самого, наверное, драматичного сюжета нашей встречи. Это утопление Тингера. И это утопление, оно связано еще с цифрами. Получилось так, что экипаж Бигбо, не ведая о том, не желая зла, притопил Тингера. В результате Бигбо занял третье место в заплыве. А Тингер был просто затоплен, и экипаж подводной лодки ничего не мог сделать. Ну, мы решили сделать перезаезд, потому что... А точка была на дне. Да. Мы решили сделать перезаезд, и сегодня с утра Тингер показал результат. В результате по многоборью Тингер занял... Не Тингер виноват, а экипаж. Александра Алексеева и Денис Рулёва занял третье место. Молодцы! Вам спасибо, что принимаете участие. Уже не первый раз. Результативно. Мы очень рады за вас. У нас есть от наших партнеров, это якутские ножи, которые... стальные бивни, которые делают якутские ножи, прекрасные якутские ножи. Это символичный вам такой подарок. Это новая модель непотопляемого ножа, не тонущего. Обязательно вот так можно из ножа не доставать. Хватайте и всплывайте. Не знаю, как вы его будете делить. Это пальма-дерело. Очень хорошая модель. Ножик не дает. Ребят, минуты сюда посмотрите. Вы сделали нам день. Все репортеры ждали вас. Да. Второе место. Экипаж Шерпа. Приехал из Тюмени. 3300 километров. Сергей Будыко. Сергей Гончаров. Пожалуйста. А почему вы не с формы? Мы вас теперь назовем наши омнямы. Потому что зеленые и круглые. Шерп такое, а вы зеленень. Так же вам не раздвигаться быстро. Ребят, это вам от наших партнеров, от компании Fintrail, которая производит прекрасные вейдерсы и прочие атрибутики для вездеходов и для АТВ. Вот такой вот рюкзак, в который вы можете сложить вещи. И выходя по болоту, они вас не промокнут. Ничего, вы будете на плече так раздакинули. Самый оценный вам пошли. Первое место в многоборье занял московский экипаж на Шерпе, состоящий из трех членов. Дмитрий Шипицын, Денис Кузьмин и Костя Шипицын. Спасибо. Поздравляю, Костя. Спасибо. Неожиданно. Ну как неожиданно. Вы приехали сюда, вы боролись. Ребятки, посмотрите на меня, пожалуйста. И улыбнитесь. Fintrail, это отнимальная цена-качество. И, ребят, это вам, в принципе, на двоих сумочка побольше. Вам, может быть, и идти дальше придет. А ребенок туда везет? Спасибо. Спасибо большое. В многоборье от воевала. Значит, теперь народный зачет. В народном зачете. Третье место. Ты едешь на шоку. Занял экипаж из Архангельска на вездеходе Макси Рум. Роман Вашуков. Вашуков. Вашуков, да, конечно, Рома. Выходи. Александр Евдогимов. Экипаж смешанный. Ура! Ребята, молодцы. У нас, походу, дело на гонке. Потому что стартовал он в другом составе, но... Да, так получилось, что он получил травму и на основную дистанцию к высшему имени Романа Александра. Распаранов. С чем Вас и поздравляю. Все, больше не будет. Да, не будет. Если спозас, то еще другого. Расим один, для всех не хватит. Вступление. Экипаж, вы все полца. Такой, виноват. Я перескочил. Я перескочил. Второе место. Экипаж. Из Череповца. Череповец, это, наверное, надо... Это Волог. Москва, это у нас административная столица, Петербург, культурная. Череповец, это вездеходная, наверное, столица России. Индустрия. Количество вездеходчиков, которые приехали сюда именно с этого города. Не, Волог. И вообще, в области, в частности, из Череповца, очень много. Бывает, портить металл Череповцу. Итак, экипаж Дингера, Череповца. Ваши вездеходы. Все, все, все. И, все, 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 все. Второе место. Удаченцы. У нас есть мероприятие под колесные вездеходы. У меня второе место? Препятствия под колесные вездеходы. Вода, которая любит только колеса. Так, двое, посмотрите сюда. Они на гусеницех творят чудеса. Матцах. Реально быстро едут, ничего не боятся. Хорошо точки с одной берут. На 7 метров. Это уже станет все, это станет историей. А вы попробуйте на колесах так занырнуть. Спасибо вам. Спасибо вам. Неожиданностью, вот лично для меня, стало первое место экипажи из Череповца. Это Сергей Филатов, Антон Масаев. На чем? На чем? Вездеход Крош. Красава. Маленький, совершенно... А, это вот это вот местная кимбитка. Молодцы, ехали здорово. Алюминиевая паста. И, опять же, от нас, вот, для вас, чтобы у вас фигабрируют сухие носки, переодеться в любую погоду. Спасибо. 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 Так, еще прошу выйти всех победителей в народном зачете. Общее фото. Да, общее фото и призы от главного спонсора мероприятия, от эфирного пневмодиска. Вам с левой стороны или с правой, с третьей? Я не вижу еще. Где? А где? Не имеет значения. Вы... Это просто было объявлено, и вы уже разбираетесь сами. Раскатают на гусеницу. Да, может быть, это станет все-таки стимулом к переходу на колесные ветра. Направили на недвиживатель, а что я хочу хотеть сказать? Так. Они большие гусеницы тут же делают. Ваши диски. Соберешь? Соберешь, говорю. Сейчас, секунду. Ваши диски. Но, тем не менее, жизнеспособный и серьезный к 2500. Вездеход «Див» из Смоленска традиционно принимают участие в нашем мероприятии. Несмотря на травмы и проблемы, продолжают нас поддерживать. Игорь Иванов, Александр Румянцев, Андрей Иванов. В классе 1500 занял экипаж из Ленинградской области и Петербурга Владимир Виклин и Сергей Косинков. Первое место в классе 1500. Экипаж из Пикалева Ленинградской области на вездеходе «Гаврюша», «Роман Князев», «Юрий Тулент». Читер! Для того, чтобы ваш вездеход выглядел красиво. Якутский нож от «Стальных Бивней», он подписан. Это победитель вездеход «Профи 2018» от канала «Герасим Шип». Второе место в абсолютном зачете занял экипаж из Тюмени на вездеходе «Шерф». Я хочу сделать некоторую заметку такую, что Сергей Будыко и Сергей Гончаров потратили примерно полчаса, помогая поднять упавший вездеход. Спасибо им! Спасибо! Я думаю, что ваше место очень дорого стоит. Молодцы! Спасибо вам! Я с организатора и, я думаю, все меня поддержат. И за самый яркий зеленый экипаж! Амнямы! 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 Первое место занял экипаж из города Иваново на вездеходе «Шерф» Дмитрий Городушин, Михаил Комин. Вездеход только-только получили. Здоровья! 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 Убновейте, боевые царапины, может быть, что-то покрасить заново. Ну, ребята, вот вам на троих, подвольную колбаску на троих сообразите. Также подписан победитель визикмо-трофи 2018 и канал «Геросим Шерп» и от производителя этих ножей «Стальные Бивни». Это прекрасные ножи, которыми мы пользуемся сами и рекомендуем вам. Проверено, мимо глаз. У нас волнуемся, наверное, поэтому происходят небольшие ошибки. Я прошу еще раз выйти экипаж Роман Князев, Юрий Туленцев. Вас ждет еще один приз. Это просто так не проходит. Я извиняюсь, совсем вылетело с головы, засмотрелся просто. И, ребят, вам также нож от стальных бивней, также он памятно гравирован. Это от нашего канала и от производителя стальных бивней. Это прекрасный якутский нож, который будет вам надежным инструментом. И то же самое, еще раз приношу извинения. Экипаж из Москвы. Дмитрий Шипицын, Денис Кузьмин, Костя Шипицын. Пожалуйста, выйдите. Вас ждет приз от нашего партнера. Ребята, секунду сюда. Ребята, у нас есть еще такой, ну, от нас главный приз. И я считаю, он самый, за самые ценные качества, за волю к победе. У нас есть три претендента. В общем, вы сейчас сами выберете, кто же его получит. Это гриль от компании Угрил. Три претендента, у которых случились достаточно серьезные проблемы, и которые из них вышли и финишировали. Ну, один будет претендент немножко вне зачета. Это все, помните, как быстро потонул вездеход. Да, вот ребята, ну, не в этом заслуга, ничего. Он утром выехал на трассу. Ребята не спали, делали. И машина вышла и показала опять результат. Как бы мне кажется, что это очень хорошая, такой вот, хорошая воля к победе была. Была еще одна машина, Тафалар, которая оборвала там, ну, много что у нее, какие проблемы. Но сам большой подвиг это, они пешком 3 километра по болоту ночью тащили аккумулятор к этому вездеходу. Это гусеничка оранжевая. Да, гусеничка. По нормалам-то знает оранжевый. Они тащили аккумулятор, то есть один человек перер аккумулятор. Сюда-сюда. И ночью это все в темноте, он 25 килограмм вот эти вот по болоту пер. И в итоге они все-таки финишировали, приехали своим ходом. Есть у нас еще одна машина, это у которой оторвало рулевое управление, которая задним ходом приехала в лагерь. Задним ходом, да. С 14-й точки они приехали. Гуси, гуси. Гуси. Как раз виновник торжества. Нет, я за задним ходом. Топленник. Гуси. Генгер, просто не понравилось. Ребята, кто сейчас голосует за Тингер? Давайте. Давайте теперь протофовары, которые перли аккумулятор на болоту ночью. Ну, да. Молодцы. И третья у нас машина. Как вызывалось? Вы же вроде задом приехали. Кто задом в лагерь приехал? Выдумал, придумал. А они и здесь. Все, второму отдают. Второму! В общем, кто за третьего претендента? Ну, давайте просто его поддержим. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, вы сами решили, у кого воля к победе была больше. Я думаю, что это вторая машинка. Это Тафалар. Ребята, которые... Вот они приехали, я их ночью встретил. У них одни глаза светятся и зубы. А все в мазуке. Все они в масле там. То есть они хапнули горе на этих соревнованиях. Но как производители, они теперь знают, где им что надо усилить, где что надо доработать. Все-таки в основном производители едут и за этим. Если не за результатом, то за опытом, который бесценен в таких соревнованиях. Ну что ж, приглашаю, где победитель у нас. Купаем! Вот они посыпут такие, посмотрите, они открыть их не могут просто. Поздравляю вас, ребят. И теперь я надеюсь, что между ремонтом вы сможете на болоте еще открыть гриль, приготовить себе еду вкусную. В общем, а можете вообще никуда не есть, просто прям поставить на балконе. Следующий вездеход в трофе удастят. Рыжая гусеничка. Что ж, давайте двойку не уходите. Ребята, не уходите далеко. Давайте теперь все придем. Еще секундочку. Еще секундочку. Ну вот такие вот мы не иссякаем. и на что надо делать. Я хотел бы поблагодарить еще раз Алексея Маратовича Горогащана за то, что он вот сделал это, взял на себя это бремя, проводить эти соревнования, за всем следить, записывать, считать, и чтобы никого не огорчить, не обидеть, и не спать ночами, обрадо говоря. И мы его хотели бы тоже сделать такой подарок. Это якутский нож. Надеюсь, у вас будет. Спасибо. Спасибо. Все, я закончил. Ура. Так, теперь давайте все призеры, победители и те, кто с кубками, без кубков получили гриль, собираемся здесь со всеми своими атрибутами и мы сделаем коллективное оплату. раз, два, три. Сюда, пожалуйста. Есть. Спасибо. Ура. Ну что, ребят, вот и подошло к концу этот праздник Вездеход Трофи 2018. Потихонечку все расходятся. Немного грустно, конечно, что все это закончилось. Но это закончилось все прежде того, чтобы в следующем году это снова случилось. Будем ждать этого замечательного, фееричного, я бы сказал, веселого праздника. Спортом, война, войной. А еда у нас, как обычно, по расписанию. Ну и еда у нас традиционно готовится нау-гриле. Вот такие у нас вкусные котлетки будут. Мы сейчас попросили, очень попросили чемпионов покушать с нами. Победители в Абсолюте на вездеходе шерп и вот попросили их покушать с нами, постоять, оказать нам такую честь. На что они согласились, мы это оценили и вот сейчас жарим, парим, варим, чтобы они не разочаровались. А наши котлеты, давайте я вот так в одну тарелку накидаю. Наши котлеты готовы. И сейчас мы еще приготовим рыбку. Будем давать мастер-класс победителю номинации «За волю к победе», который получил такой же гриль. И сейчас мы будем его обучать. Как им пользоваться? Якутским ножом. Якутским ножом открываем у грил, да? Все, прекрасно. Ну вот сейчас, ребят, будем пробовать, как же это работает. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. В комплекте у нас идет сумка, это опция тоже у вас. Супер полный комплект, а сумка для его переноски. Это адаптер для того, чтобы вы могли обычный цанговый баллон подключить. Шланг для подключения к обычному баллону. Чтобы вы могли сразу же приступить к делу, не отходя от кассы. есть вот такие вот прихватки. А я все-таки баллон сейчас вам вырежу. Чтобы чистить. У нас баллон спина болит. Ребят, после вчерашних приключений болят спины. там не только фу, там болит и все. Так как у вас газового баллона нет, в принципе, все, у кого есть гриль и у гриль, кто уже приобрел или будет приобретать, можно также купить вот такой баллон полулитровый. и его вот так вот накрутив, без всяких переходников, без всего накрутив. Он перезаряжаемый. С помощью вот такого адаптера можно перезарядить его от большого баллона, набрать опять сюда. Чем он удобен? Он очень компактный. Если вы просто выехали на пикник, где вы будете жарить час-полтора, то взяли вот такой вот в парке, прям раскрыли, включили и пользуйтесь. Значит, включается вот так вот вот в это положение розжиг. И вот все, пошел огонь. Так, сейчас мы его закрываем. Надо чуть-чуть, чтобы прогрелась, прогорела решетка. А вообще, перед тем, как готовить, начинаете минут пять-десять решетки дайте разогреться. Так, вот там. Какой ты прям рыбак, Герасим Васильевич, хороший. Да не говори. Сам себя боюсь. Какую рыбу-то я ему ловил? О-хо, без крючка. Прям вот сходил в болото, сейчас удочку кинул туда, и раз ее и наловил. Нож. Нож для правши. Я режу левой рукой, и поэтому вот косячу. Здесь у нас все готово. Рыба, в принципе, жирненькая, поэтому тоже масло нужно. О, рыбу можно было в кубок сложить. Да, в кубок сложить чай. Солим в кубок, закрываем, потом едим соль. и раз, и два. Тоже сюда положим. Может, что-то еще маленькое влезет отсюда. Прекрасно все вошло. Процесс пошел. Да, здесь может персеть страницу, Саня. Поперчить. обычно делаем так три минутки закрываем когда говорят что вот на костре лучше да там есть дымок там еще чего-то да вот этот если хотите чтобы пахло дымком под самый конец вот это самый где-то на минутку засунуть веточки яблони лишнего какого-то плодового дерева и либо для копчения дерева щепа вот это да она прям вот где мясо жарится прямо где-то поразложили она начинает нагреваться пускает дым этот и ну можно принципе аж закоптить вот это мясо вот то есть вот такой вот эффект у нас сейчас здесь только ель сейчас на полной мощности стоит вот на самую маленькую мощность это полная мощность и на этом же режиме зажигается снимаем пробу чир на самом деле мне не очень понравился потому что он прям вот берешь вот прям вот по части покушать это чистое здоровье а по части много покушать уже начинает по бороде течь алексей маратовича как бы с подвигаем тоже вот 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 есть такой газ и вот можно попробовать и как это будет на вкус на запах так вообще круто газом не пахнет надо восполнять силы можно вот сюда поставить вот это кто это семга главное что она приготовлена на гриле угли вот в этом весь секрет любая рыба становится вкусно хотите вкусно готовить на природе дома в городском парке вам нужен мобильный газовый гриль о грил с ним вы станете точкой притяжения в любом месте проверено нами и времени скидка для подписчиков по куду герасим шар ссылка в описании а как так получилось с рукой ошибка в расчетах я съезжал на восьмидесятки с прицепом на стоянку ночью полянка в один уровень дороги заросшая травой я стал съезжать в двух раз передние колеса провались там канава оказалось в траве не видно передние колеса повесли не касаясь дна канавы я блокировку там полный период чик-пык ни вперед ни назад не шевелится вообще не шевелится отцепил прицеп съехал вездеходом отцепил прицеп вездеходом подергал назад не вытянуть в бок немножко переставляю машину никак думал раз переставляю в бок я чуть-чуть вездеходом напрягу и джипом помогу и выйду вездеход включил я один был включил передачу поставил мне тянет потихонечку буксует сел джипа заднюю передачу еще так из окна посмотрел идет не идет вот только тронулся и вверх колесами перевернув канаву машина я вижу что он переворачивать ничего сделать не могу если бы я был вездеходе я бы увидел что много раз остановился был бы один в джипе без вездехода тоже чувствую что перебрал остановился я уже не управлял вот так вот двумя аппаратами одновременно придавила крышей понятно уже скоро наверное то само месяц прошел вот такая вот история будьте аккуратнее на старуху бывает пророк возьмите один замечательный паффе не газом не газом да отлично большое спасибо никак не ожидал в лесу навестись свежей красной рыбки ребята рыбы наелись столько что вот лежит кусок косится и есть его никто не хочет вот так вот нет не зажрались просто наелись я думал и всем радостью свой спират все таки вот так бойко настроен на поедание рыбы наверно хорошо отлично так уже забытое ощущение это вот она только-только приплыла не была заморожена имеет другой вкус только вот недавно и с нами в группе рыбаки были угощали это очень большая разница торгующая организация предлагает или то что было конечно недавно плавала вообще причем обратил внимание что даже в каком-нибудь ресторане можно 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 его тоже нужно даже нужно освободить ребята ждут хотят забрать не такая наверно вкусная когда же более простая типа щучка там у него когда она свежая да вот только достали приготовили правильно на мы на путорана взяли с собой такой гриль и прям ловили щуку тут же ее разделывали и как яблоки кушать вам на путоранах повезло с рыбой да 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 нормально все было у нас только-только вот высоковато вода еще была чем высовато таймень только-только-только вот проклялся мне даже несколько обидно было бы что мы в самом рыбном чуть не самое рыбное место россии да и вниз не в сезоне да ну вот и все друзья закончилась видеход трофе практически последние машины собираются уезжают мы остались одни без рыбы с грилем но это главное рыбу мы еще найдем да еще есть перец пожарим перц кстати мы вам дадим скоро рецепт жареного перца на гриле гриль замечательно как жарит соль я уже показывал все будем и мы собираться нас ждут дома гиргерович просил взять его на ночевку с собой вот придется брать пока но если что не будет в обратной дороге мы вам покажем обязательно дорогие друзья мы вас очень просим будьте осторожны и внимательны на дорогах ведь вас ждут дома спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось если не трудно поставь палец вверх подпишись на канал расскажи что ты думаешь об этой серии в комментариях эти несложные действия помогут нам стать еще лучше конечно же оставайся с нами и смотри наши новые видео всего хорошего искренне ваш герасим шер